Одна из традиций кинофестиваля «Зеркало» – представлять фильмы Ларса фон Триера. Этот год не стал исключением, и на большом экране показали ленту «Рассекая волны» 1996 года. Кинокартину представил актер, режиссер, сценарист и продюсер Жан-Марк Барр, который исполнил более 60 ролей и стал режиссером шести полнометражных фильмов. В России Жан-Марк оказался впервые. Что меня впечатлило, когда я приехал из Москвы на поезде, так это те пейзажи, которые я представлял себе, читая Чехова и Толстого. Я вырос в США, в Калифорнии, в эпоху Холодной войны. Для нас тогда было абсолютно недоступным увидеть эти замечательные места. «Рассекая волны» – картина очень драматичная, можно сказать, тяжелая. Юная девушка Бесс влюбляется в Яна – рабочего нефтяной буровой установки. Но счастливая семейная жизнь быстро заканчивается. В результате несчастного случая Яна оказывается прикованным к больничной койке, обеспокоенной тем, что Бесс больше не будет вести нормальную жизнь. Супруг убеждает ее завести любовника. «Рассекая волны» – это именно та лента, в которой Ларс фон Триер утвердился как талантливый кинорежиссер, потому что он рассекал не только волны, но и разрушал все возможные правила. «Примечательно в этой картине то, что это первый весьма успешный опыт, когда европейский режиссер снял историю о любви на английском языке. И этот фильм был весьма и весьма успешен, и Голливуд, конечно, взбесился, что нам удалось такое сделать». После просмотра фильма состоялась встреча с Жаном Марком Баром, в ходе которой актер ответил на вопросы зрителей и рассказал немало историй из своей жизни, в том числе, как чуть не погиб при съемках фильма «Рассекая волны». «Когда мы снимали на буровой установке, в меня врезались 500 килограмм стали, и я упал на затылок и лег на спину. Если бы удар пришелся мне по голове, то я стал бы овощем». Но все закончилось благополучно. Интересно, что после съемок этой картины Ларс фон Триер попросил Жанна Марка стать крестным своих сыновей. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ, Иваново.